Западу наплевать на сотни тысяч убитых на Ближнем Востоке. Логотип. Западу наплевать на сотни тысяч убитых на Ближнем Востоке. Глобс. Израиль. США и их союзникам наплевать на сотни тысяч убитых на Ближнем Востоке. Джеки Хоги. East News Visual Press Agency. Коалиция, сформированная западными странами для борьбы с террористической организацией Исламское государство, ИГИЛ, порождена лицемерием. С апреля 2003 года, когда американцы сверглись от Дама Хусейна, регион захлестывают волны насилия, сошедшего с экранов кинотеатров, где показывают фильмы ужасов. Сотнями взрываются заминированные автомобили, десяткам людей рубит головы, сотни тысяч невинных людей убиты. Ни один западный лидер не подумал вмешаться и защитить миллионы несчастных в Сирии, Иракии и распадающейся Ливии. Никто поначалу не обратил внимания, что банды ИГИЛ совершают набеги на деревне, убивают мужчин, похищают и насилуют женщин. Когда они зашевелились? Только когда Джахиди Джон, британец египетского происхождения, убил одного за другим двух американских журналистов, а боевики ИГИЛ захватили объекты нефтяной промышленности в Ираке и Сирии. Только тогда Барак Обама внезапно понял, какую угрозу представляют террористы ИГИЛ для западных стран. Ведь в их рядах сражаются сотни, если не тысячи граждан европейских государств. Они могут вернуться домой и заняться тем же самым, чем занимались на Ближнем Востоке. Точно так же внезапно им стало понятно, что ИГИЛ захватила нефтеперерабатывающие заводы в Ираке. Началось лицемерное осуждение убийств, а западные лидеры фальшиво забеспокоились о судье мирных арабских жителей Ближневосточных стран. Вслед за словами в ход пошли боевые самолеты. По поступающей с мест информации, бомбардировки, начатые войсками коалиции, замедлили продвижение террористов и ослабили контроль ИГИЛ над захваченными территориями. Иордания стала одним из четырех арабских государств, участвующих в антитеррористической коалиции, наряду с Саудовской Аравией, Бахрейном и УАЭ. Возглавили коалицию США, к ним присоединились западные страны, граждане которых сражаются на стороне ИГИЛ, в том числе, Франция, Германия, Австралия и Великобритания. Запад, и мы в том числе, радостно приветствуем армию спасения, прибывшую избавит человечество от абсолютного зла. Только приветствие это оказалось выборочным. Сирийский режим четыре года проливает кровь в борьбе с той же самой угрозой, жестокими суннитскими экстремистами. Мало того, что никто не спешит пожать ему руку или откликнуться на призывы о помощи, но вместо этого Запад все эти годы призывал к свержению сирийского президента. Сегодня многие уже поняли, что падение Башара Сада ускорило бы появление ИГИЛ. Многие, но не все. Почему король Абдала вызвал столько симпатии на Западе, а его сирийский сосед – нет? Потому что в отличие от осады он держался как можно дальше от Тегерана. В этом мире вы не всегда можете свободно выбирать себе друзей. Иногда вам их навязывают. Башар Айсад унаследовал союз с Ирайном от отца и от времен Холодной войны, когда Сирия была советской колонией. Циничная ближневосточная политика слишком сложна для простого деления на черное и белое. Далеко не всегда друг вашего врага оказывается вашим врагом. Израильтянам нелегко признать, что баасистский режим в Дамаске на протяжении десятилетий сдерживал вспышку чудовищного садизма, свидетелями которыми стали во время сожжения несчастного иорданского военного летчика. Те, кто призывал к свержению осада, по сути призывал сделать Сирию вторым Ираком или Ливией. С израильской точки зрения, ликвидация осада ведет к появлению террористической угрозы для населенных пунктов на севере страны. В последнее время много было сказано о том зле, которое творят боевики ИГИЛ, как они посмели жечь заживо человека, молившего о пощаде. Кое-кто нашел причины действий подобного рода в исламском гене. И никто не вспомнил, что семь месяцев назад евреи сожгли заживо 16-летнего палестинца Мухаммада Абухдейра из Иерусалима. Правда, еврейские террористы действовали самостоятельно, а ИГИЛ – хорошо организованная иерархическая система, но жестокость у них была одна и та же. Научитесь находить бревна в своих глазах. Оригинал публикации опубликована 8 февраля 2015 года 22-26.